Один против всех, все против системы коммунальной. Начальник ЖО 7 Егор Шапитько за всех коммунальников выслушивает претензии жильцов второго подъезда 36-го дома на Малинином. Претензий много. Они начинаются прямо с входной группы и доходят до девятого этажа. Электрощитовую постоянно затапливает, стены в трещинах, стыки высыпаются, в подъезде разводы от воды, потеки на потолках. Обострение эмоций вызвал ремонт подъезда. Напомним, выполняет его сейчас за счет жильцов. Казалось бы, хорошее дело инициировано. Многие проблемы были бы решены. Тем более, что и строительная бригада уже приступила к ремонту. Но активисты недовольны и приводят железные доводы. Мы платим, мы вас наняли. Соблюдайте технологию ремонта, а главное – последовательность действий. Прежде чем приступить к ремонту подъезда, нам надо, чтобы сделали стыки, чтобы убрали стыковочные стекла, окна, добавили вторые там, где одно окно. И вот эту заявку мы отдали в ЖЭО в ноябре прошлого года. Вот сейчас ремонт начался, но ничего не сделано. Ни стыки, ни по подъезду. То есть мы опять выкинем свои деньги. Мы этого не хотим. Татьяна Александровна Бурмистрова из всех неравнодушных, которых обычно коммунальники не любят. Они ее хорошо помнят, узнают по телефону, неохотно общаются, но много обещают. Вот оно число, месяц, год, когда эта заявка была подана. Вот скажите, пожалуйста, хоть один пункт, что из этого конкретно, не на словах, было сделано в подъезде. К женской настойчивости добавился мужской напор. Сергей, в виде отношения к своей соседке, тоже вышел на тропу коммунальной войны. Вместо оружия – принципиальность и желание довести дело до конца. В его случае – это жить нормально отремонтированным, за свои же деньги подъезде. И арматура там внутри, поймите, она просто, там ее кушают, 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 кушают. Ржа. Мы сейчас все это сделаем, в конце концов она будет дальше кушать, потому что стыки. Вот видите, она шла, по плите полностью отварится, по питону, вот он сам, все туда. Мы вам платим технических оружий, которые выжат еще. Почему вот в таком состоянии такой сады? Вы плитку сейчас не ложитесь. Я не ругаюсь, я просто, я логично, чисто, вот с точки зрения немца, я говорю, никто же это, я не понимаю. Мы хотим сделать качественный ремонт с соблюдением всех этапов за деньги, виновных в том, что мы сейчас видели. Не за мои деньги, а за деньги, которые мы платим коммунальнику. За техобслуживание, за капремонт, ну и там, я не знаю, за что-то еще. Потому что мы делали ремонт в подъезде за свои деньги уже один раз. Мы один раз укололись. Больше мы не хотим. Сергей показывает и съемочной группе, и начальнику ЖЭУ проблемы, которые еще больше обнажились во время ремонта. Говорит, дома уже 28 лет. Все платят за коммунальные услуги исправно. Исправно хотят получать и коммунальное благо в виде качественной уборки застекленных проемов, сухих стен. Начальник ЖЭУ соглашается. Говорит о том, что все сделают. По технологии. Начнут с ливневок и стыков за счет организации. После ремонт за счет жильцов. Жильцам предлагает контролировать ситуацию и даже дает ремонту гарантии. Будет выполнен ремонт входной группы, ремонт стыков сеновых панелей по второму подъезду. И внутри ремонт там, где пострадали поврежденные стены из-за стыков. Вот по нашему вопросу. Ну или естественно ливневая канализация, то что где-то подсекает на этажах. Ну и канализация внутри подвала будет соблюдать. А какие сроки? Сроки получаются стыки стеновых панелей. Наверное, в ближайшие две недели это будет выполнено. Думаю, до конца июля месяца должны закончить будем. То есть, если где-то что-то опять отвалится, где-то что-то потечет, то это все будет переделываться, выполняется ремонт. То есть, это не за счет жильцов. До окончания исполнения обещаний осталось не так-то много времени. Жильцам предложили контролировать ход ремонтных работ, сообщать о проблемах. На время ремонта объявлено, так сказать, перемирие сторон. Светлана Грудькович и Слав Приписнов. Телеканал Мозырь.